Благослови. Сегодня в празднике с этой тройки уже начальник не раздеваем, да? Знаете? Но я вам еще немножечко стихи сейчас почитаю. На духовную тему такие разные, да? Боже, научи меня молиться, скорость терпеть, на гнев молчать, Одному Христу лишь прилепиться, святый Дух в небе стяжать, Научить ей жизни не стыдиться, исповедовать тебя среди людей, Своей волей пред твоей смириться, распознать сквозь вражеских сетей, Силы дать свой крест нести, Бога цестра с мира спять, Чтоб не сбиться с узкого пути, не вернуться ко греху опять. Я еще раздала наше спонсор. Послание Ремина, 10 глава, 9-10 стих, там есть такие хорошие слова. Если ты устанем твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, А сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, То спасешься. Потому что сердцем верует в праведности, А устанем исповедует ко спасению. Потому что сейчас ты немножко иногда хочешь разговаривать с людьми, И на работе даже спрашиваешь, Ой, я верю в душе. Ну, это понятно, и без, кто же верует, но трепещет. А у нас такая вера, как я сказала, То есть Господь хочет, чтобы мы не просто верили в душе, А исповедовали. То есть мы были христианами всегда и везде. И еще и Евангелие от Макфея, 10 глава, например, 32-33 стих, там Господь говорит дословно, И до всякого, кто исповедует меня предыдущими, Исповедует того, и я предоставлю на небесном. А кто отречется от меня предыдущими, Отрекусь от того, и я предоставлю на небесном. То есть так Господь говорит. Если мы, когда нас спрашивают верующие, А мы боимся, стесняемся, Отрекаемся, получается, Предаем Христа, да? То есть мы не должны не бояться, не стесняться. А то сейчас, смотрю, сегодня в храм пришли многие, Далеко еще и в дом идут. И как бы, чтобы посидеть, видишь, что я верщик, Платочек не повязываю, А то как к храму подойдет, повязываешь. То есть храм мы же опять имеем. То есть как бы лицемеры, получается, да? То есть а мы должны быть христианами везде, И на работе, где бы не были, И в поездках, и среди родственников, и в семье своей. Если мы уж верующие, крест на нас есть, Не нужно этого бояться, да? Господи, блага Господи. Да, там еще есть такое место тоже от Макфея, Десятая глава, 37-38 стих, хороший. Все они такие слова, я считаю. Господь говорит, Кто любит отца или мать больше, нежели меня, Не достойный меня. И кто любит сына или дочи больше, нежели меня, Не достойный меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, Тот не достойный меня. То есть видите у нас как, То есть сначала надо любить Бога, Потом как бы ближнего, да? По заповеди. А потом уже там работу или что-то личное, да? Я немножко вам какие-то ставочки делаю. И в Евангелии то, что вот мы вам дали, Что не можете будет читать. Грех. Как больно ранен душу грех, Сестра все вмиг воспламеняет, Тогда уж нам не до утех, Томление тяжкое бывает. Кто от всего греха избавит? Один Господь наш совал. Кривой путь напрямой исправит, Свой мир несет под кровь. От нас что надо для Него, Одно лишь чувство сокрушения, Чтоб чувство было глубоко, И впредь грехам от овращения. То есть мы должны Спроситься грехам, да? Спроситься с Тони, Моей Твоей. Как мы учились же, да, Крестить своим Отцам, Сынам, Святам и Духам. Аминь, да? А то, что многие неправильно крестятся, С крестным знамением Нужно накладывать правильным. Тогда Он у нас защищает, И спасает от нечистой силы, Которая принадлежит здесь воздух. Вход в церковь. Вход в церковь происходит со свечей, Со слез грехом из раненной души, С утратой людей близких, дорогих, А иногда и с потери благ земных. Когда исчез мысль жизни на земле, И если разуверился вдруг человек в себе, Когда оставлен всеми он вокруг, И если предал его верный друг. Вход в церковь – это шаг из темноты, И часто крик души от пустоты, А в храме обретает человек покой, И там начало к жизни неземной, А церковь призывает душу стать и длитой. Также в святых писаниях, Или в Гитлере, Он называется еще по-другому, Да, есть новый завет, Мы скажем, послание апостола Петра, Там сказано, Ибо написано, будьте святы, Потому что я связь Первая послание Петра, Первая глава, 16 стих. То есть там дословно, Но вот здесь вот Евангелие, Там только Евангелие, А есть новый завет, То вот там есть еще послание, деяние. Но если кто не читал, То начните тогда хотя бы с Евангелия, да? А желательно, конечно, Библию Хотя бы раз в жизни прочитать. Слезы. Я не знаю, как я еще читал, но читал вам. Для души полезны слезы, Как зимой для льда мороза, Чтоб душа, полный хлеб, не черствела, И молиться к Богу всегда умело. Но слезы не от зависти и злого, Не от горя и не угроба, А о своих грехах и только, И не важно будет сколько, Ручеек, лужа или целое море, И не быть бы совестью в ссоре, Чтобы сердце могло молиться, Иногда полезно слезами умыться, Как водный поток смывает грязь, Так и у слез совестью прямая связь. Если она еще не до тла сгорела, Это значит, душа плакать умела, И для сердца покаянные слезы, Как для природы мать и грозы, Так что человек для очищения души, Ты другого пути не ищи. Как не предать Христа? Ну и, конечно, песни я сейчас, конечно, Не попою, я просто почитаю. Скажи мне, Господи, Ну где же силы брать, Чтоб я смогла Тебя не предавать? Пока дышу, чтоб жить одним Тобой, Да не прельщаться в этом мире сатаной. О, Господи, прости же меня, прости, И в Царство Своё Божие впусти, Пусть будет узкий в Него ход. Я верю, что душа моя его найдет. О, Боже, страх смерти, Прогони из сердца прочь, Дай благодать жизни в покаянии день и ночь. Прошу Тебя избавить душу, Мою душу от врагов, И от грехов, что тяжелее всех оков. О, Сидержитель, не оставь меня одну, Наполовину же душа моя в аду. Еще я в помощь Матери Божию призову, Ведь я в житейском море в суете тону. В Евангелии святые апостолы учат нас, Что рай небесный всев открыт сейчас. Для тех, кто верно за Христом идет, И крест свой до конца несет. Для тех, кто не предаст Христа, Открыты Богом райские места. Для тех, кто жизнь свою готов отдать. За веру православную, За Русь, за Мать. Скажи мне, Господи, Ну где же силы брать, Чтоб я смогла себя не предавать? На это в Библии и есть простой ответ. Если ты любишь Бога, То страха нет. Ибо в Библии такие слова, Страха нету Божия. Дверь закрой, подожди. Сейчас, спасибо тебе. Ибо в Библии нет страха. То есть, поскольку Господь, Он говорит, Я есть путь и истины и жизнь, Так же Он и Любовь. И когда человек достигает той высоты, Когда он уже любит Бога Всем сердца, всем душою, То есть у него уже нет страха. Ну, как бы того же вотного страха, Которого мы всегда боимся. Там присутствует страх Божий. А я еще хотела немножко вам Сейчас почитать Сейчас мне это основное Новые стихи немножко, Которые уже не вошли в эту книгу. Это для тех, кто в храм иногда ходит, Или может заходил. Ну, бывают раз такие случаи, нюансы, да? И вот как бы на один случай В восемнадцатом году Такой стих написал я. Бабка у подсвечника стоит. Бабка у подсвечника стоит, И вдруг подходит Дева молодая, И ее-то взглядом вся испопелит. И отойдет, бедняжка, Тяжело вздыхая. А бабка продолжает все шипеть, Мол, не туда свечу-то ставишь. Без слез в душе нельзя смотреть, И чем ты бабку старую исправишь? Да ей бы на себя само смотреть, Что молодые годы натворила, А вы бы словно дверью запереть, Да на язык накинуть ей удела. О, бабка, душу, что ж не ценишь, Ведь ей цена совсем не грошь. Смею в своем сердечке греешь, Пути Господни что ж ты не поймешь, Ведь ты была когда-то молодая, И многого тогда еще не знала, Жила в закону Божию не соблюдая, А благодать себя уже ласкала. И Деву тоже вот она коснулась, В храм Божий к людям привела, Совесть молодой душе проснулась, А ты ее своему хором прогнала. Смотришь ты за собой, баба, Пред Богом ли ты каждый день стоишь, Несешься вскачь, да по ухабам, А в судный день ли устоишь, С тебя Господь ту душу выщет, За что ее из храма прогнала, Твой ангел добрых дел Себель отыщет, Что на весы судить и собрала. О старые, все молодежь, Вы не судите, На это право вам никто не дал, Бревно из своего глаза удалите, А молодым старинке ветер накидал. Вот на это место, Бревно из своего глаза, Может слышно такая поговорка, Но она взят с Ивангель, Сейчас дословно прочитаю, Ивангель от Матфея, Глава 7, Тихие, с 3 по 5, кавычки. И что ты смотришь, Не сучок в глазе брата твоего, А бревна в твоем глазе не чувствуешь, Или как скажешь брату твоему, Да я вынул сучок из глаза твоего, А вот в твоем глазе бревно, Лицемер, Вынь прежде бревно из своего глаза, И тогда увидишь, Как вынул сучок из глаза брата твоего. Вот это очень такое показательное, да? Такое бывает. Ну и со словами из Ивангель, да. Недавно еще у нас этот пароцарный канал, Известный проповедник, миссионер, Это его ведет канал, Значит, ему недавно 10 июня исполнилось 80 лет, Через него очень много и сектантов, И даже и мусульман, В прошлом году там не ходил, Он принимал крещение, То есть обратилась в православную веру. Вот. И я ему посвятила всех, И как бы с 30-лети, Поскольку все-таки, Все-таки, Дерасимин был недавно, Юбилей 80 лет, А он сейчас пока находится в деревне, Там есть своя, как бы, Своя православная деревня, Вот. И лагерь из 45 лет, Он начальника был в лагере, Православного, Даже при советской власти, Там организовывал его, Создали они православную деревню, Там община, Приезжает митрополит, Вот, Дерасимин в деревне, Недавно был. Вот. Ему, Светил, 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 Я хочу почитать. Старик с Большой Боковым. С Большой Боковым, Старик, Богом избранный пророк, Проповедник, Миссионер, Посланник, Многим православию помог, Им клас талантов, Землю не зарыт, И явлены в нем дивные труды, В интернете сайт его открыт, Древо принесло свои плоды, Это все о нем, О мелом братстве, Мудром мушу, Дорогом отце, О неутомимом огненном борце, За веру православные догматы, За коммуны всех святых отцов, Суд и тюрму он пережил когда-то, За Христа и Библию умирить готов, Но он терпит поношение и поныне, И на земле сплетается ему венец, Бога Его воживет в его хранении, И обращает к свету всех слепых овец, Чтоб прозрели все, кто свет не видит, Кто во тьме язычества живет, Сатана каноны Библию ненавидит, А отец Игнатий им свое время отдает, Он заботится, что в их авторитет возрос, Но учебные молитвы все проводят, Не остался ни отреченным ни один вопрос, Есть ответы, которые он в Библии находит, Люди, вы послушайте пророка, Он избранник на Сизи такой, Обличитель нашего порока, Жизнь свою праведность святой, Пастор стиховечек созывает, У человека все и глаз услышь, Веру и тебя Господь спасает, Пробудись душа, что спишь? Я еще хотела немножко добавить к этому, Что поскольку он и проповедник, И исповедник, и праздник, Исполняет все посты, Если не кратно молится, Если он знает, что мусульман намаз, Самое такое, 5 раз они ставят на молитву, То у нас православных нужно 7 раз, Это входит в псалтырь, Это входит в псалтырь святого пророка Давида, Который читает в Библию, Она входит в Библию, Значит, и 17-й кафельный, 17-й псалом, 164-й стих, Там пословно сказано, Сни кратно в день прославляет себя За суды правды твоей, То есть это взято оттуда, У нас читают на церкву на Савянском, Вот, Седмирицу 7 днях хвалит себя Господь, Но сейчас точно Савянском скажу, И поэтому, когда мы слышим, Мы этого не понимаем, да? А когда я взяла Библию, На русском открыла, Стала читать, Там как раз и сказано, Что 7 раз мы должны вставать на молитву, А вот он как раз это правило исполняет, Но даже не 7, Он вставит больше, Он и ночью, Кстати, он молит, Это, Спит очень мало, Где-то, если помолв, Он довел свой сок до 2,5 часов, Похоже, он подвижник, Вот, Ну, сейчас он тоже часа 3 бывает, Он ночью даже встает, И, как мы говорим, 7 раз это только, Как бы, вот, Обязанно 7 раз, Но кроме этого, Еще он и утренний, Вечерний, ночные, И там, Есть, значит, Сайт, Я могу вам дать визитку, Можете зайти посмотреть, И вот они, Если выставить наше видео, Можете там посмотреть тоже, Вот, Ну, Можете где-то через неделю, Он не сразу не заставляет, Потому что там, Ну, На весь мир уже, Интернет, Сами, знаете, Сидать эти границы, Народежон, Вартик странах, Любой, Кто заходит, Сразу может, Спаси Христос, Да, И Бог вам здоровья, Да, Чтобы поправлялись, И душой, Чтобы обращались к истинной вере, Нашей православной, Исповедливой, Правительной, Святой, Женачальной Троице, Которой праздник сегодня, Потому что не все причитают Иисуса Христа за Бога, Да, Он, У нас истинный Бог, Истинный человек, Дух Святаго тоже не все признают, Мы тут сектанты встречались, Попадались, То есть они его за Бога не признают, А мы, Святой Троице, Всповедан Бог Отец, Бог Сын Иисус Христос, И Бог Дух Святый, То есть у нас, Святая Троица, Всповедание нашей веры, И мы читаем символ, Вера, Вера, Верой, Иди на Бога, Отца, Содержителя, Да, Матушка, Знаете, Символ веры, Она глухая, А, Она глухая, Не слышит, Да, А вы знаете, Вам советуют, Те, кто православные крестьянцы, В храм входите, Там Все православные поюты, Вы сможете, Да, Во время службы, Верой, Вы делаете, Семвол веры нашей. Господи, Верой, Верой, Спасибо, Христов, За внимание немножко, Чтобы я Вас не уставлю,